Здравствуйте! В эфире город новости по-выборски. С вами Людмила Перминова. Сегодня в программе. Библиотека принимала поздравления. Архитектурному шедевру Алвара Алта исполнилось 80 лет. Путешествие длиною в 21 год совершил Владислав Кетов. О нем петербуржец рассказал на встрече с читателями Межпоселенческой библиотеки. Праздник небесной покровительницы православной отмечает сегодня покров Пресвятой Богородицы. Вопрос борьбы с борщевиком Сосновского был поднят на традиционной встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. Было отмечено, что в течение четырех лет в регионе действует целевая программа, направленная на уничтожение этого растения. Но избавиться от борщевика можно только в случае постоянной обработки земли в течение пяти лет. По мнению Александра Дрозденко, в корне решить проблему поможет административное воздействие на нерадивых владельцев земельных участков, не использующих их по целевому назначению. Кроме того, в следующем году полномочия по борьбе с борщевиком вместе с финансированием будут переданы на муниципальный уровень. С сегодняшнего дня в России стали действовать требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе и в изолированных помещениях. Они утверждены совместным приказом Минстроя и Минздрава. Согласно документу, работодатели вправе оборудовать места, где курят их сотрудники. Если они расположены на улице, то там должна быть пепельница, в темное время суток освещение, а также надпись «Место для курения». Существуют определенные требования и к курилкам в служебных помещениях. Должна быть пепельница, должен быть огнетушитель, должна быть хорошая вентиляция, причем вентиляция такая, чтобы дым из курилки не попадал в смежное помещение, грубо говоря, ну соответственно дверь. Данная курилка не может находиться в рабочей зоне, то есть должно быть специальное помещение, которое не относится к рабочему функционалу, грубо говоря. Кроме того, специальные места для курения теперь могут появиться на судах дальнего плавания, осуществляющих пассажирские перевозки, и в подъездах многоквартирных домов. При этом они также должны быть изолированы, оборудованы системой пожаротушения и вентиляции. Кстати, жители домов, желающие обзавестись местом для курения, обязаны делать это за свой счет. Если требования не будут соблюдены, нарушителей привлекут к ответственности. Штрафы предусмотрены действующим кодексом об административных правонарушениях от 20 до 80 тысяч, в зависимости от того, кто привлекается, либо это будет должностное лицо, либо это организация. При этом на территории образовательных, медицинских, культурных, спортивных учреждений курить по-прежнему запрещено. Напомним, антитабачный закон был принят в России в 2013 году. Экологический десант. Во всех поселениях Выборгского района с августа по сентябрь проходила уборка прибрежной полосы водных объектов в рамках ежегодной акции «Нашим рекам и озерам. Чистые берега». В ней приняли участие более полутысячи человек. В основном это школьники, студенты и местное население. Было убрано 300 кубометров мусора. Были расчищены берега поселка Ландышевка, Финский залив, в городе Выборге, озера Смирновская, Чернявская, Большое Симагинская, Глазок, Длинная, Михалевская, Любимовская, очень большой перечень реки, Рощенко, Вуокса, Перовка. Личное участие как бы формирует экологическое сознание и бережное отношение к природе. Хочу сказать огромное спасибо главам поселений, муниципальных образований. Несмотря на их большую загруженность, они всегда откликаются и принимают участие во всех наших мероприятиях. Вместе с тем находятся еще несознательные граждане, методично уничтожающие плоды чужих трудов. Анна Каграманян прокомментировала произошедшие недавно случаи вандализма на экологической тропе в районе поселка Усадище. Сделали очень красивую смотровую площадку, место отдыха, стол, стулья, биотуалет. Насколько мне было печально видеть, во что сейчас превратилось это место. Туалет был буквально с корнем вырван из ямы и перевернут. Я еще раз хочу призвать наше население, все-таки мы все время смотрим на соседнюю Финляндию, удивляемся, как там все красиво, ай-яй-яй, аккуратно все сделано. Давайте все-таки у себя дома тоже сохранять порядок и чистоту. Напомним, ежегодная акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» проводится Ленинградским областным отделением Всероссийского общества охраны природы и направлена на реализацию целей водной стратегии Российской Федерации по улучшению состояния водных объектов на территории региона. Расширить кругозор, пополнить портфолио. В Выборгском районе вновь стартовало олимпиадное движение среди школьников. Всероссийская олимпиада по 22 основным предметам традиционно проводится в несколько этапов. В настоящий момент идет школьный этап. В нем участвуют ученики 5-11 классов. Для школьного этапа были разработаны задания педагогами наших школ. И помимо заданий разработали и ответы, и критерии оценивания. И сейчас вот полным ходом идет школьный этап олимпиады. Каждый ребенок должен влиться в это движение, почувствовать, вот это интеллектуальное соревнование, почувствовать себя в этом соревновании, свои силы попробовать, посмотреть. Задания отличаются от заданий, которые издаются в формате ЕГЭ, ОГЭ. Совершенно другие задания. Они действительно интересные, глубокие задания. Другого порядка. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады пройдет в ноябре-декабре. Участие в нем примут школьники 7-11 классов. Сроки проведения регионального и заключительного этапов устанавливает Министерство образования и науки России. В них участвуют старшеклассники. Региональный этап олимпиады заканчивается не позднее 25 февраля. Заключительный не позднее 30 апреля. В прошлом году были приглашены три учащихся выборских школ на заключительный этап. И чем мы гордимся, Писаренко Денис, учащийся в средней школе номер 37, с углубленным изучением отдельных предметов, уже второй год подряд становится призером заключительного этапа по русскому языку. Будучи учащимся восьмого класса, он выступал в параллели девятых классов и стал призером. Он ударенный мальчик, интересующийся, мотивированный. Поэтому вот имеет такие результаты. Вместе с тем специалисты информационно-методического центра предупреждают родителей и педагогов о недопустимости чрезмерных нагрузок на учащихся. Результативность часто оборачивается для одаренных детей личными психологическими потерями. Солидный юбилей отметила библиотека Авра-Алта. 13 октября 1935 года она открылась для читателей. Восемь десятилетий спустя в лекционном зале прошла торжественная церемония, посвященная памятной дате. Тему продолжит Вероника Когут. Эталон библиотечного дома – мировое архитектурное и человеческое чудо. Участники торжественной церемонии, посвященной празднованию 80-летия библиотеки, не скупились на теплые слова как в адрес самого здания, построенного в 1935 году, так и в адрес создателя, выдающегося финского архитектора Авра-Алта. В лекционном зале собрались руководители местной власти, депутаты, руководители учреждений культуры, архитекторы и реставраторы из России и Финляндии. Глава Выборгского района Александр Лысов напомнил об основных этапах реставрации библиотеки и выразил гордость за то, что это здание было построено именно в нашем городе. Это уникальный шедевр. Это является подтверждением тому, что многие в город Выборг едут сюда только для того, чтобы познакомиться, увидеть вот эту библиотеку Авра-Алты. Для Ленинградской области, в целом для России, а для Выборжан, вне всякого сомнения, нахождение здесь вот этого уникального шедевра – это просто счастье. Мы гордимся этим. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Цой рассказал о том, что в настоящее время ведутся переговоры с иностранной компанией, владельцем выставки, посвященной творчеству АЛТО. Время работы экспозиции расписано на два года вперед. Потом ее, возможно, увидят жители и гости Выборга. Эталоном архитектуры, своего рода иконой стиля, здание АЛТО назвал председатель Финского комитета по реставрации библиотеки Эрик Адлер Кройц. Здорово, что с самого начала проект реставрации поддерживали по обе стороны границы. Особо нас радует, что руководство библиотеки и сегодня продолжает развивать фонды. Уверен, что библиотека навсегда сохранит свое гордое предназначение. За сохранение культурного наследия проекту реставрации библиотеки АЛТО в 2015 году была присуждена большая награда Европейской организации Европа Ностра. Об этом рассказал известный финский архитектор, который следил за ходом восстановительных работ в библиотеке, представитель организации Европа Ностра Тапани Мустанин. А почетный гражданин Ленинградской области, профессор, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников, отметил, что возрождение Выборга началось с возрождения библиотеки АЛТО. Человек, который попал сюда, может чувствовать себя исключительно в комфортных условиях. Может сосредоточиться на чтении или на своих мыслях. Мы должны прямо признать, что, скорее всего, второй такой библиотеки, обращенной к людям, в мире вообще нет. Все поздравления в праздничный день принимала директор библиотеки Елена Рогозина. Она тепло благодарила гостей и рассказывала, каково это – работать в уникальном здании – памятнике архитектуры. Если мы работаем с книгой, то это абсолютно закрытые стены, освещение идет через потолок. Если мы с вами в общественной части здания нашей библиотеки, то мы с вами постоянно общаемся с природой, потому что для АЛТО было очень важно, чтобы читатель был еще и в центре природы. И вот это все вместе, это гений АЛВРАЛТО дает нам вот это вот абсолютно потрясающее ощущение нахождения в этом здании. Ну и, конечно же, коллектив библиотеки, который всегда ждет здесь своих читателей. Такой симбиоз дает возможность приходить и чувствовать себя как дома в этой библиотеке. Весь мой коллектив – это мои соратники. Вот мы на одной волне, и все вместе у нас, у всех вместе у нас все получается. На церемонии, посвященной 80-летию библиотеки АЛТО, публике был представлен документальный фильм, повествующий об этапах реставрации и книга финского комитета по реставрации «Библиотека АЛВРАЛТО. Спасение шедевра». Вероника Когут, Валерий Присяжнюк, Медиагруппа «Наш город». 172 года назад впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. 14 октября 1843 года в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира, музыку, которым и написал Мендельсон. На свадебной церемонии впервые мелодию использовали 4 года спустя. А сегодня без этого марша не обходится практически ни одно бракосочетание. В Выборгском районе с начала года сыграли 982 свадьбы. Торжественный марш звучал на 73 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом 2014-го. Впрочем, уменьшилось и количество разводов. 567 в текущем году против 642 в прошлом. Об этом сообщает в Выборгском управлении ЗАГС. Самой пиковой датой этого года стало 25 июля. В этот день было зарегистрировано 28 браков. Также можно отметить такие пиковые даты, как 6 июня, 7, 8, 15 августа и 10 октября. Помимо граждан России, Узбекистана, Таджикистана, Украины, в нашем ЗАГСе зарегистрировали свой брак граждане Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Италии, Филиппин и США. Что касается рождаемости, с начала года в нашем районе на свет появилось почти полторы тысячи детей, 756 мальчиков и 690 девочек. Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Максим и Дмитрий. Девочек чаще всего называли Викториями, Софиями и Дарьями. В числе редких имен – Демис, Стефан, Иосиф, Радимир, Савва, Аврора, Ждана, Есения. Одна пара дала своей дочери тройное имя – Эстель Анна-Мария. Специалисты управления ЗАГС напоминают, что заявление на регистрацию брака подается за месяц, по вторникам, средам и четвергам. Можно подать заявление и через многофункциональный центр на вокзальной 13 в любой удобный день. По вторникам в ЗАГСе ведет прием психолог. Консультацию по любым семейным вопросам можно получить с 10 до 13 часов. Знайте свои права. Мы продолжаем рассказывать о поступающих в Роспотребнадзор жалобах на некачественные товары и услуги. Возможно, эти примеры станут наукой для других потребителей. Так, житель Выборга приобрел телевизор в одном из крупных магазинов бытовой техники и электроники. По словам покупателя, продавец не включил прибор в сеть для проверки, объяснив это тем, что услуга платная. Представитель магазина отметил, что в течение двух недель покупатель может попросить заменить товар или вернуть уплаченные за него деньги. В результате мужчина включил телевизор уже дома и тут же обнаружил дефект экрана. В этом случае продавец будет еще проверять на основании чего получился, вот этот дефект получился, да, кто виноват или изготовитель, или потребитель может там что-то сделать с ним, или так. Поэтому, когда мы покупаем, нам нужно что? Обязательно потребовать, чтобы при нас проверили товар. Теперь покупателю предстоит обращаться в суд. Еще один случай. Выборжанка приобрела телевизор и благополучно пользовалась им в течение года. Когда еще во время гарантийного срока в его работе возникли неполадки, женщина не поспешила в магазин. Она обратилась к продавцу лишь когда телевизор полностью вышел из строя. При этом не потребовала расписку в том, что устройство принято в ремонт. Дело было в августе, и она до сих пор не получила обратно свой телеприемник. Надо было сразу написать претензию, двух экземпляров, как мы учим всегда. Такого-то сдала, какие-то требования, и посмотреть, дали бы ей взамен телевизор, ну, хоть до 45 дней ремонтируйте. Не дали ей взамен телевизор, 30 дней прошло, все, она имеет право деньги вернуть, или телевизор другой заменить, и так далее. То есть все позиции из 18 статьи. Если больше 30 дней, она не пользовалась товаром в один гарантийный год. Проконсультироваться по любым вопросам вы всегда можете в территориальном отделе Роспотребнадзора и в общественных организациях. Это районное общество защиты прав потребителей на Советской 6, областное общество защиты прав потребителей на улице Северный дом 8 и Выборгское отделение объединения потребителей России на Рубежной 18. Информацию о времени работы этих организаций и номера телефонов вы можете найти на нашем сайте выборок.тв. Пункт пропуска Светогорск реконструирует. В числе прочего здесь ведутся работы по замене дорожного полотна на грузовом направлении. В связи с этим движение грузовиков на выезд из России организовано в реверсивном порядке. Выборгское таможне просит учесть это при планировании маршрута движения и выборе пункта пересечения российско-финляндской границы. В 170-летие Русского географического общества посвящается. В Выборгской межпоселенческой библиотеке стартовал цикл пятничных встреч, приуроченный к этой юбилейной дате. Его открыли выступления гимназистов, участников географического марафона. Продолжились мероприятия встречей с петербуржцем Владиславом Кетовым, совершившим первое и пока единственное в мире велосипедное путешествие вокруг Земли. В следующем сюжете. Изучать географию в библиотеке почему бы и нет, подумали сотрудники учреждения, находящегося на улице Рубежной 18 и пригласили в гости старшеклассников. В Выборгской гимназии как раз только завершился марафон, посвященный 170-й годовщине образования Русского географического общества. И ее ученики охотно приняли приглашение. Навстречу они пришли не с пустыми руками, а с докладами об истории одной из старейших географических организаций в мире и плакатами, посвященными освоению Арктики. По словам гимназисток, после знакомства с деятельностью общества, в некоторых его проектах они захотели поучаствовать лично. Например, по спасению каких-нибудь животных, например, диких кошек Южной Сибири. Я очень люблю кошек, поэтому мне понравился этот проект. Я бы хотела в нем поучаствовать. Также мы узнали, что Русское географическое общество собирало именно молодые силы и направляло на экспедиции именно молодые силы, что было большой опорой для молодежи России. Библиотекари еще больше подогрели интерес старшеклассников географии. Ребята увидели фильм о Русском географическом обществе, узнали о том, что совсем недалеко, в Петербурге, живет человек, совершивший велосипедные путешествия вокруг Земли. Правда, не единовременно, а на протяжении своей жизни. Чтобы преодолеть 167 тысяч километров, Владиславу Кетову понадобился в общей сложности 21 год и 21 день. За это Туристско-спортивный союз нашей страны присвоил ему звание «Выдающийся путешественник России». На своем двовколесном друге Кетов объехал 4 континента, 96 стран, 8 зон боевых действий. Этапы путешествия отражены в фотоотчете, включающем в себя более 30 тысяч фотографий. Часть из них представлена в межпоселенческой библиотеке. Здесь же размещена карта, по которой можно изучить линию Кетова. Красным цветом обозначен путь его следования. Впрочем, Владислав не ограничился одной только выставкой. В день ее открытия он приехал на встречу с читателями. Они приветствовали героя вечера аплодисментами. А гость сразу предупредил, не следует путать его путешествия с кругосветным. Кругосветных путешествий совершенно тысячи. Я бы просто не поехал. Кругосветку мне характер вредный. Я не люблю делать то, что делали многие. Сотни, тем более тысячи. Ну, неинтересно мне. Я же сделал первое в истории, как это не дико звучит, путешествие буквально вокруг Земли. Во-первых, слово «Земля» пишется с маленькой буквы в моем случае. Кругосветка – это путешествие из какой-либо точки на поверхности шарика. В каком-либо направлении человек обматывает шарик и возвращается с противоположной стороны, замкнув таким образом круг. Идею путешествия на велосипеде вдоль береговой линии континентов Кетов, будучи выпускником школы инструкторов велотуризма, запатентовал еще в 1988 году. Однако принялся реализовывать ее не сразу. Все-таки мероприятие предстояло непростое, да и особого понимания у родных и коллег Владислав не нашел. Уверенности в своих силах ему придало небольшое географическое открытие, которое он сам и совершил. Для большинства это до сих пор открытие. Оказывается, если двигаться просто вдоль береговой линии, то можно обойти всю сушу, кроме Австралии, Антарктиды и островов, не пересекая морей и океанов. Достаточно пересечь два канала и один пролив. То есть Суэцкий канал, Панамский канал и Берингов пролив два раза. Когда я это все сообразил, у меня сразу мысль-то и возникло, что елки зеленые – это же вот… Вот это действительно будет путешествие вокруг земли в буквальном смысле. То есть земли с маленькой буквы, то есть суши. На конец 14 мая 1991 года петербуржец отправился в путь. Тогда ему было 42 года. На велосипед он погрузил все самое необходимое для жизни. От небольшой палатки и примуса до кистей и красок. Ведь Кетов, кроме всего прочего, еще и художник. Именно творчество помогало ему решать материальные проблемы в пути и высылать деньги семье. Я пересекал границу, вот когда я заполнял декларацию, там, Гродно, я запомнил. У меня было 10 долларов, не 10 тысяч, прошу не путать, а просто 10 долларов. И 260 советских рублей. Я с этим и выехал. И я прекрасно отдавал себе чё, что денег у меня фактически нет. Поэтому уже в этом самом поезде до Варшавы я первые три портрета сбацал за смешные совершенно деньги, но почин дороже, что называется. В общей сложности Кетов написал больше тысячи портретов. Часть из них, правда, уже в виде фотографий, также можно увидеть на выставке в библиотеке. Последний этап его путешествия завершился 3 июня 2012 года. На сегодняшний день оно является рекордным по способу передвижения, по идее маршрута и по протяженности. Тем временем цикл мероприятий, посвященных юбилею Русского географического общества, в библиотеке Нарубежной 18 продолжается. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Покров Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные верующие. В храмах Луборгского района, как и по всей России, прошли торжественные богослужения. История праздника связана с событием, произошедшим в Константинополе в 910 году. Люди молились о спасении от язычников-завоевателей. Божья Матерь явилась одному из прихожан, Андрею Святому, и распростерла над молящимися широкий белый покров. С этого дня люди стали особо чтить Божью Матерь, стали чтить ее покров, омофор, который сохраняет и защищает каждого верующего, каждого молящегося, как Пресвятой Владычице Нашей Богородице. Пожалуй, каждый христианин в своей жизни сталкивался с заступничеством Божьей Матери. Каждый из нас прибегает к ней в молитвах и, конечно же, получает от нее помощь. Если человек действительно верит, если человек действительно просит, то Божья Матерь всегда помогает каждому человеку. С праздником Покрова на Руси было связано множество традиций. Например, к этому времени до наступления весны прекращались все полевые работы. Начиналась пора свадеб. Господь, Божья Матерь оставляет каждому из нас возможность сделать этот выбор, вступить на этот шаг, взять благословение не только в государстве, не только у государства зарегистрировать, но прийти в храм, повенчаться, взять благословение у Господа Бога, у Божьей Матери, на жизнь, на супружескую жизнь, на рождение новых-новых детей. И, конечно же, Господь помогает этим людям в преодолении тех сложностей, тех трудностей, которые вы нарисовываете в их жизненном пути. Этот день принято проводить весело. Можно пригласить гостей или самим пойти в гости. В субботу 17 октября в Ленинградском областном государственном архиве в городе Выборге состоится день открытых дверей. Мероприятие будет проводиться совместно с архивным управлением Ленинградской области. В течение дня мы приглашаем жителей Выборга в архив. Здесь мы им проведем экскурсию по архиву, расскажем об истории архива, покажем условия хранения документов, покажем наиболее интересные, редкие и уникальные документы и познакомим с выставкой «Семейная сага». В случае необходимости можно будет подать заявление на выполнение архивного запроса и задать вопросы специалистам областного архивного управления. Более 620 млн. рублей выделило правительство России на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Субсидии распределены между 5-10-5 субъектами Федерации. Ленинградская область из общей суммы получит почти 13 млн. рублей. Официальный курс валют на 15 октября, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 72 рубля 5 копеек, доллар 63 рубля 12 копеек. Ответы на вопросы, волнующие пользователей жиженного баллонного газа, прозвучат в нашем эфире. По многочисленным просьбам жителей Выборга и района мы пригласили в студию программы «Город новостей по Выборгски» генерального директора предприятия «Логазинвест» Олега Буглаева. Интервью с ним смотрите 17 октября в 19.30 на телеканале ТНТ, а также на сайте выборг.тв и в группе Выборг ТВ в социальных сетях. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и всего доброго. В четверг в Выборге ожидается преимущественно облачная погода. Днем плюс 6, 8 градусов, ночью плюс 5, 6. Ветер западный 2-3 метра в секунду. В Петербурге переменная облачность. Днем 8-10, ночью 5-7 градусов со знаком «плюс». Ветер западный 4-5 метра в секунду. В Лапейнранде облачно. Днем около 7 тепла, ночью плюс 3-5. Ветер западный 2-3 метра в секунду. В Хельсинки облачно с прояснениями. Днем от 8 до 10, ночью плюс 5-6. Ветер западный 3-5 метра в секунду.